Прижимай, 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 еще. Огонь! Хорош пи***ть, пошли работать. Камон, мэн! Работаем! Это Саша Федорин. Постоянный процесс, процесс, процесс. Спину делали. Александр говорит, блин, ловчик. Я все понимаю, ну давай возьмем гантель потяжелее, чтобы пацаны не поймут. Ну, короче, ни хрена, не просто. Потому что бодибилдинг – это про пояс. И тот, кто найдет, тот и чемпион. Владимир Яковлев, бодибилдер из Молдовы и герой этого выпуска. 93-го года рождения. Впервые он вышел на сцену в 17 лет. Сходу победил на чемпионате страны в категории 80 килограммов. Он абсолютный чемпион Молдовы. Затем он пять раз выигрывал чемпионат Москвы по юниорам. В 21 год он второй по Европе. Затем Владимир перебирается в Москву, чтобы развиваться дальше. И в 26 лет он становится проатлетом. Он одерживает победу на Шеру Классик в Индии. В открытой категории становится абсолютным чемпионом турнира. Ну и, наконец, победа на Европа Про в Испании в категории до 96 килограммов. Квалификация на Олимпию в кармане. Осталось только получить визу. То была осень прошлого года. Я познакомился с Владимиром, с его супругой. Красивая пара. Мы отсняли материал у него дома, в зале. Тренировка ног. И я думал опубликовать материал сразу после Олимпии, как только будут известны итоги турнира. Но так уж вышло, что материал выходит на канале почти только год спустя. Но зато он трансформировался в нечто большее. Как сложилась Олимпия, мы еще проговорим. Но уже в этом году у Яковлева новой амбиции. Перейти в открытую категорию. И у него новый тренер. Александр Федоров. И как раз таки тренировку Владимира с Александром, когда они только еще начинали работать и обсуждали различные детали, тонкости тренировочного процесса и выполнения упражнений, Эту тренировку я отснял для вас и тем самым дополнил эту историю. Это большой выпуск о бодибилдинге и для фанатов бодибилдинга. Тайм-коды в описании. Это большая история, за которой много работы. Так что, как всегда, я особо признателен тем, кто досмотрит до конца, после просмотра оставит комментарий и поделится этим видео. Вот на чем-на чем я не экономлю на еде. Я люблю вкусно поесть. Я могу себе не купить кроссовки. Я не делаю лишних трат вообще каких-то там тусовки, еще вот из такого вот разряда. Но на еде я не экономлю. В бодибилдинге ты должен быть немного избирательным в выборе продуктов и все. Вот. У меня есть знакомые, которые отлично прогрессируют. Они такие беданты в этой теме. И расходы у них там 15, 16, 17 тысяч в месяц. Отлично прогрессируют. Хорошая форма. Никаких вопросов. Все приятно. Ну, как бы на должном, как говорится. Я кайфую от того, как я готовлю. Прямо Мишлен 5 звезд. Сейчас покушаем и отправляемся на тренировку. Я кайфую от режима и от плана. Я кайфую, а как я уже говорил, от того, что я выполняю план на 100%. Профессионалом тебя делает не прокарта, а твое отношение к виду деятельности твоему. То есть ты можешь не иметь прокарту, но жить и работать как профессионал. Бэкстейдж, бэкстейдж. У него чтмел, у меня чтмел. Нет чтмела у него. Нет чтмела у меня. Это тот взаимный интерес. Конечно. Вот у кого чтмел всегда. Чтлайв точно. Она, кстати, мне набирает идеальное обменное счастье. Вот сколько уже ей лет. Она ест, 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 ест и все хорошо. Ренар сказал, что это большая редкость. Коту прям подпартило жестко. Женский взгляд на подготовку. Как это подготовка далась? Конкретно это? Хорошо. Конечно, без вот этих всех тяжелых моментов. Сливы, мысли, подготовка, последние дни перед сценой. Это всегда тяжело. Но в целом мне понравилось. Кстати, она всегда говорит, типа, за кулисы приходит и говорит, ну, я понимаю по ее виду, как бы, я в топ или нет. У нас, кстати, да, уговор такой еще. То, что все призовые жене. А, вот это интересная деталь. Все призовые жене. Ну что, я зря стараюсь, что ли? Вы думали, это просто так? Да. 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 От любви до ненависти 15 недель подготовки. В межсезонье тренировка ног мой любимый день. А сейчас самый нелюбимый оттягивает от момента последнего. Но надо, надо делать. Это Олимпия, Ваван. Это Олимпия. Все, только начал. Закончить все сейчас и пойти домой. Либо ты хочешь узнать, чего ты стоишь на самом деле. И попытаться пройти немного дальше. Стреляю... Такие дела. После нашей встречи я улетаю в Штаты. Владимир с Юлией получают визы, тоже добираются до США, но там мы не пересекаемся. Владимир выступает на Олимпии, это его дебют, он не входит в топ-10. Яковлев продолжает тренировки, но вскоре понимает, нужно что-то менять. По диете вопросов нет, а по тренировкам хочется перемены шага вперед. И именно на этом новом этапе мы увиделись вновь, чтобы продолжить эту историю. Объективно я очень тяжело делаю вес, то есть последний раз в день взвешивания я сливал 3 килограмма в сану. В день регистрации 99 килограмм, это уже слитый, это уже без еды, без воды. Три часа в сауне минус 3 килограмма, а это было очень жестко. То есть в плане даже не физическом, а в плане психологическом. Три часа в одном помещении без людей, без телефона, в жутком дискомфорте. Но я сделал вес, я кстати вышел с этой сауны и сказал все, это был финиш, это последний раз, когда я выступаю в 212. К олимпе я делал тот же тяжелой вес, что я даже не смог выйти на встречу с фанатами, хотя по контракту я должен был, но как бы вошли, так сказать, в понимание. Вообще не понравилось, я считаю это таким фейлом года, это то, что у меня случились какие-то неполадки с гримом. На олимпе, чтобы вы понимали, все очень-очень-очень строго. То есть за бэкстейджем нельзя находиться вообще никому, ни при каких обстоятельствах. Даже если вы только нанесли первый слой грима, вам нужно нанести второй, нам не дали это сделать, потому что определенный тайминг, определенное время всех начали прогонять оттуда, а мы использовали как раз свой грим. Да, вопрос будет как ты на олимпе и со своим гримом, мы всегда используем свой грим, потому что так случилось в моей карьере, что каждый раз, когда я использовал грим, который предлагают на соревнованиях, получалась какая-то шляпа. И каждый раз, когда я привозил свой грим, всегда все получалось хорошо. И, естественно, на олимпе не то, чтобы не хотелось рисковать. Тут, кстати, вот еще важный момент, то, что когда ты делаешь грим, который тебе предлагают на соревнованиях, как правило, нужно в какое-то время, то ли за день, то ли в пять утра, как тебе поставить, нужно прийти и нанести первый слой, потом ты приходишь как бы на доработку. Это для меня такой тоже дискомфорт лишний. Пересоревнования мне очень важно как бы, ну, абстрагироваться от всего и минимизировать какие-то движения, что мы в принципе и попытались сделать. Но не ушли в тот момент, что за бэкстейджем нам запретят как бы носиться гримом. Мы успели нанести только один слой. Жена ушла. Окей, там были люди. У меня был грим жантаны. Кто знает, у них масло, грим, все в одних и тех же, ну, похожих бутылечках. Там было темно. У меня другая девушка начала помогать, наносить. Я смотрю, что-то, ну, ничего не меняется, короче. А в итоге мы посмотрели, а она вместо грима взяла масло. Ну, это наше только упущение, я никого в коем случае не виню, но получилось так, как получилось. В итоге грим получился очень светлый и на сцене я сильно потек именно из-за большого количества масла. Я считаю для себя такой косяк, который был недопустим на таком значимом турнире, тем более с моим опытом. Все хорошо, подготовка, подводка и косяк с гримом. Ну, я для себя считаю вот, ну, это таким жестким фейлом, который, как бы, мне больше всего не понравился. И учитывая, что Владимиру было куда улучшаться, а в категорию он и без того с трудом укладывался, Яковлев решил попробовать для себя нечто новое на уровне профессионала. Если начинать вообще разговор с самого начала, почему я обратился к Александру Федорову, я решил перейти в открытую категорию. Я объективно, как бы, ну, понимаю, что мне не получится прогрессировать. Я в 103-104 килограмма уже сухой и дальше идет очень, как бы, утилизация мяса очень сильно. То есть даже при 100 килограммах у меня совершенно другой вид. И когда я делаю 96, у меня остается широкая талия, маленькие плечи, маленькие бедра, рук, которые и так у меня являются отстающей мышечной группой. Они вообще практически исчезают. В общем, очень сложно. Вид вообще не тот. И понимают, что для того, чтобы зайти на новый уровень достойно, мне нужно сильно преобразиться. То есть не чуть-чуть, не пару килограмм. Нам нужна серьезная гипертрофия. И так как у меня, так как я последний год работаю с Крисом Ацета, я понял, что моя диета, она доведена до идеала. С помощью Криса я, как робот, выполняю все инструкции. И в какой-то момент форма перестала меняться. Меняется, но не так, как нужно. Не так, как нужно для открытой перегории. Естественно, когда ты понимаешь, что у тебя режим окей, у тебя диета окей, у тебя препараты окей, остается сон окей, эмоциональное состояние. Да, не без стрессов каких-то периодических, но в целом окей. Режим близок к идеальному. И при этом прогресс, он не такой, какой бы ты хотел. Ты понимаешь, что вопрос остается в тренинге. Пытался что-то я сам поменять, но тут, кстати, пришел к тому, к чему раньше приходил в диете. Я раньше, когда сам готовился в диете, ты сегодня придумал одно, завтра другое, а может быть, загрузиться, а может быть, больше кардио, ну, постоянно какие-то качели, поиски. Если ты проснулся плоский, слитый, ты смотришь в зеркало, ты же что, ты пытаешься сразу в этот момент все исправить. А это не правильно. В эти билдинге нужно, как бы, смотреть наперед. Когда у меня появился Крис Ацет, все эти мысли, они отпали. Я высылаю каждые два дня Крису фотографии, он говорит что делать дальше. Все, я отключился от этого. Но освободившееся место в голове занят тренировочный процесс. То есть, если я до этого думал, то ли я ем, пью и так далее, сейчас я уже думаю, то ли я поднимаюсь, столько ли я делаю, столько ли я отдыхаю. Может быть, долгие тренировки, может быть, короткие. К тому же, я прекрасно понимаю, что у меня нет слишком много времени. Я не собираюсь в бодибилдинге застревать еще на какие-то 15 лет. Соответственно, у меня нет больше времени на эксперименты. Плюс, я подрос, как бы, еще в финансовом плане, у меня есть возможность обратиться к специалисту. Вот эти вот факторы, они наложились друг на друга, и я начал искать себе тренера. Я скажу открыто, как бы, уже давно присматриваюсь, то есть, и обращался, ну, писал Дориану Ятсу, очень дорого, там, 500 евро тренировка, Чарльзу Гласу, это штаты, это переезжать, сложно, сложно, поэтому этот вариант я так. Ну, и третий вариант, это Александр Федоров. Они с отцом добились очень серьезных результатов, сделая при этом ставку на тренировочный процесс. Мы созвонились, он предложил приехать на пару недель, но уже на первой тренировке я ему сказал, что это то, это, ну, я во влоге уже сказал, Александр, он превзошел мои ожидания. То есть, я был и так очень хорошего мнения о нем, но после первой же тренировки это все как бы еще и умножилось. Это тот человек, который мне нужен, и сейчас я чувствую, то, что благодаря ему я действительно смогу показать достойный результат. Поймите меня правильно, я не говорю, что я тренировался как-то не так, либо классический подход к тренировкам, он неверный. Нет, я делал все абсолютно так, как должен был делать. Просто для того, чтобы перейти мне на следующий этап, что мне нужно поменять подход. Вот что я имел ввиду. Зал именно на отшиве, ну, это придает такого некого антуража всему, такой мут именно, подготовка, изоляция от внешнего мира. Сегодня бицепс бедра и плечи. Мне не нравится тренировать как ни одно, так и другое. Я уже просто после первой тренировки примерно уже понимал, чего ожидать от следующей. Но на следующей, короче, мои ожидания не оправдались. Поэтому сейчас я с такой небольшой опаской. мне даже с интересом, что же приготовит Александр для меня. Многие квадры вот сегодня пошли на спад. На спад. Ну вот смотри, короче, получается сегодня у нас пятница, да? Суббота, воскресенье, но вот дай бог к понедельнику. Да, в понедельник тоже можно было. Но это с непривычки еще. То есть, грубо говоря, в следующий раз уже в неделях точно хватит для оснований. Открыть категорию на самом деле тяжело, мне легко. Я стоял рядом со Стив Куклем, вообще один по объему, ты включаешься и меняешься. Стоялись, не Кукар, тоже так же. Знаешь как, они просто, они большие, когда просто стоят расслабленные, они большие. И когда включаются, они тоже большие. А ты, ну так смотришь, вроде небольшой, а когда включаешься, раскрываешь. Когда включаешь, с глубины, визуально ты выглядишь больше намного. Вот этот, мистер Олимпия 212, Дерек. Дерек, когда меня видел, приехал в зал, он до этого года видел меня, когда я выступал... А, не, шестый месяц, когда я выступал в Индебру. А когда я приехал в Тамбо, он когда меня видел, он говорит, бля, ты огромный большой. Я говорю, ты что, серьезно? Он говорит, он мне вообще говорит, что я маленький. Он говорит, ни хрена ты не маленький. Вот, давай чуть выше ноги поставим. Не, не, не на ногу. Еще чуть-чуть. Поднимается. Не, 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 не. Пошире, 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 пошире. Теперь место освободи. На большой палец упор сделай. Колени волнуй тогда. Вот сюда ноги. Вот так тоже. Поехали. На большой палец. Еще, еще, на большой палец, на большой палец. Еще. Еще. Внизу пауза, пауза внизу. Вверх, вверх. Раз. Еще поехали. Быстрее. Десять раз. Раз. Быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще раз. Молодчик. Вот эту штучку сюда я растягиваю. Несколько повторений вверх одной ноге. На большой палец также. Вот. 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 Я прекрасно понимаю, это нужен человек рядом. Который видит со стороны. Который направляет. Который. Ну, я даже не боюсь сказать это слово требует. Александр так и сказал. Что сам допустим. Вот он. Я сделал тридцать повторений. На разгибание. И все. Я уже в голове. Я еще пять повторений назад сдался. Вот. Потому что он рядом. Я сделал тридцать. И он мне говорит. Еще десять. С первого. С первого подхода пацаны. С первого. Ну, вроде как тяжело. Вроде как. Пиздецы. Но. Желанный. Так сказать. И тоже на большой палец. Колени волну. То есть то, что ты хотел. Внешнюю часть. Я. Начинается внутренняя борьба с собой. Но я просто уже ну, даже чисто. Тут не потому что там. Хочу результата добиться. А потому что. Ну. Я не хочу. Грубо говоря. Обосраться. Перед Александром. Я сделаю там. Чего эти десять. Очень важно. Чтобы. Человек. Который. Тебя тренирует. Был для тебя авторитетом. Чтобы. У тебя было к нему уважение. И ты. Не хотел бы. Перед ним пропасать. Ну. Говорю. Как есть. Потому что. В ином случае. Я. Могу предположить. Что. Если бы. Тренер. Был какой-то. Неопытный. Либо. Опытный. Но. Я бы. Как-то. Не видел в нем. Специалиста. Музыка. Да иди ты нахер. Ну. Че. Че сейчас. Буду надрываться. И так далее. А мозг. В стрессе. Он найдет. Причину не делать. Потому что. Это. Слишком много. Это. Закисление. И так далее. Нужно делать проще. Там. Больше. Весь. Шесть раз. Поднял. Все. Ушел. Давай мужик. Пошел. Еще бесит. Раз. Два. Три. 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 Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще раз. Три. И стараешься выглядеть так, чтобы они соединились. Выдавливай, сильнее, сильнее. Да, сильнее. Лютно. В подвижении должно быть сходить примерно таким образом. То есть ты делаешь, делаешь, делаешь. Выдавливаешь, выдавливаешь. Ага. Включать, включать, да? Да, да. То есть вот это положение ты накачал. Видишь? Стараешься к волну соединить. Видишь? Соединить во внутрь. Соединить во внутрь. Соединить во внутрь. Соединить во внутрь. Пока они не коснутся. Ну, для меня абсолютно все новое. То есть новые амплитуды. Не скажу, да, что новые движения. Новое количество повторений. То есть они гораздо выше. Меньше веса. Значительно меньше веса. И это я бы назвал изоляция в изоляцию. У машины, давайте есть цифры общая коллось. Работаем. Работаем. Еще. Работаем, 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 работаем! Еще. 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 С shut up. Пять раз. Раз, два, три, четы... вот их поджег это андрюхи фитиль поджег подлея керосина зажигалка холестить я точно не буду с точки зрения пахарь не пахарь нельзя сказать за 4 дня тренировок поживем увидим как говорится но самое ценное то что он внимательно слушает и причем слушает не меня а мои рекомендации чтобы услышать свой организм внимание еще раз он слушать не меня он учится слушать еще больше учитывая то что он уже профессионал и нужно прогрессировать он понимает что он где-то застрял сегодня задача сдвинуться с мертвой точки я не могу его сдвинуть с мертвой точки но я ему рекомендую и направляю туда где он найдет тот путь чтобы сдвинуться с мертвой точки вы вызывы как спит и вообще всегда хорошо генетически дать доложен а мы на глубину то есть не столько большой вес колеса повторения оттачивание если готов то начинай ровно параллельно друг другу на ширине плеч самое что в колене волнует ноги подсодни чуть сильнее держи их подсоднику не выпивляй их вверху всегда под еще сильнее соднику вот 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 больше вот вверху пауза вниз пауза вниз вверх пауза пошел 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 еще 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 пять раз два три четыре четыре пять 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 в общем он сразу выявил мои слабые места и мы не проговаривали ничего и он сразу попал не то чтобы попал он увидел и сказал где на чем надо работать все равно это тоже определенного рода искусство не то что объемный тренинг это воздействие я тебе не могу сказать сейчас как это получается но это все интуитивно то есть когда я планировал слов по тренировку да примерно были такие упражнения но то что сейчас я делал это уже вследствие того что понимаешь что больше грузить сегодня не стоит точно остановиться на этом чтобы он завтра грубо говоря было такое будет будут болеть но не сильно вот как это происходит я тебе не могу сказать как это у меня внутри но сегодня вот и вот у него вот это такое Александр сказал в первую нашу тренировку что бодибилдинг это про поиск и тот кто найдет тот и чемпион давай еще один подход один ну что у меня козырь мне и так они хорошие качать не надо это самое большое заблуждение потому что организм он все целы у нас просто маневрировать не так сильно уделять внимание например доминирующим частям тела но качать тренировать их обязательно нужно потому что даже на соревнованиях ты недостатки должен скрыть козырь еще сильнее показать чтобы добиться еще боли если там например ты понимаешь что голень ты не сможешь показать если ты на ней не трудился чисто даже психологически то есть грубо говоря в каких-то даже позах где-то сделать подачу на сцене ты всегда можешь показать на свой голень на свой козырь там где ты считаешь что у тебя самые хорошие и в процессе позирования когда ты себя ползинг делаешь ты можешь делать нормальный центр но если ты не тренировал между собой психологически без боли это очень всего что у тебя есть выше вот вот нажимай еще выше 5 вниз под контролем пускай вот еще 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 молодчик еще работай работай 10 раз 1 как хочешь 2 еще 3 3 еще 4 5 6 7 8 9 10 это то зачем я сюда приехал потому что мне удалось там с помощью привычных тренировок сделать хороший каскад то есть фундамент объемы у меня достаточно неплохие но не хватает именно бугристости мышц я хотел бы чтобы мышцы выглядеть более круглые более рельефные ну и да параллельно с тренировками ведением атлетов прочими делами владимир как вы возможно уже успели заметить по его тренировочной форме успевает делать мерч вот этот брокколи вы наверняка видели уже на этих кадрах ну и собственно видите сейчас на мне почему именно брокколи я тоже в свое время не понял задавал этот вопрос владимиру если будет интересно мы еще отдельно расскажем но в целом раз уж я делаю выпуск о Яковлеве я просто хочу поддержать вот это вот еще одно его направление потому что я всегда очень уважаю в людях когда они стремятся делать не много дешево и абы как а действительно качественно вкладывать какой-то свой тренировочный опыт в каких-то моментах делать выбирать качественные ткани все красиво оформлять потому что все вот начинается в данном случае в том числе с упаковки все начинается с вот этих вот мелких деталей и в итоге выливается в очень приятную одежду то есть это натуральные ткани это хлопок ткань достаточно плотная но она все равно дышит сейчас полдень но мне не очень жарко то есть ткань гигроскопична то есть она не удерживает в себе влагу шорты тоже из хлопка изнанка велюр при этом утягивающий шнурок он то есть внутри и с незаметными такими наконечниками на которых даже тоже брокколи насколько все это продумано да все максимально удобно плюс 3 кармана один задний два боковых разные цвета надписи мастер офф гейнс да и модели оверсайз то есть вот я ростом где-то 182 весом там 88 наверное около того на мне эска и она ну все равно на мне достаточно свободная да мне такое нравится если вам подобный стиль тоже нравится то это идеальный вариант для себя кому-то в подарок и вообще в принципе это просто пример той самой дисциплины отношения да когда они есть у человека они проявляются и в тренировках что вы видите в этом выпуске в отношении к своему делу который приводит на олимпию и в том числе выражается в такой вот одежде всю подробную информацию где такую одежду различные модели и цвета можно найти я оставлю в описании под этим видео без проблем разберетесь со своей стороны правда хорошая одежда строго рекомендую да и в принципе брокколи они когда в тарелке на одежде это в принципе признак того что вы на верном пути единственное вов что мы не продумали потому что когда вот приходит посылка мешочек коробочка открывается там бумажки все как красиво даже брокколи сразу же логичный вопрос от жены а что там по женским моделям а мне когда будет мужчины просто я вот предупреждаю будьте к этому готовы подниже вот тогда вот так поехали вот так подожди 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 держи не 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 отпусти ноги я тебе валик переставлю так теперь тазом прижимаешься и колени в верхнем положении чуть-чуть приподнимаешь вверх вот так не закидывая анатони чуть ниже сползи сползи ниже вот в этом положении да поехали ниже опускай вверх в верхнем положении задержка и вверх приподними колени вот так да вот так таз прижимай колени приподнимай чуть-чуть не упирайся коленем еще еще вот о о о еще поехали поехали еще не закидывай таз прижимай и колени вверх еще и еще раз молодчик о крючком когда я да да то есть не убираешь вот эту нижнюю часть колено сюда чтобы согнуть а сейчас встань вот так и согни ногу вот таким образом да да то есть у тебя вот такое движение должно быть при условии того что ягодисты расслаблен вот такие вот нюансы как сказать которые на первый взгляд кажется очевидными но на самом деле это достаточно такие детали над которыми сам-то не поработал он так и по так и и и и и и и и и Огонь! Огонь! Я так считаю, что если даже 105 будет, то это будет супер! 108 и 110 будет вообще очень хорошо! Вот у меня было в прошлом году, если хотели быть 110, я бы отнимаю 108 на 7! Братик, у тебя получится такое длинное, мне очень хочется! Ухами получится! Хорош пиздеть, пошли работать! Постарайся подниматься, что я тебе помогаю! Просто прижимай! Хорошо! Огонь! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Пять! Работаем! Ещё! 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 Есть! А? Кайф! Ну и видишь, и плечи не надрываются так сильно, да? Сустав не уходит! Кайф! И движения нету лишнего! Ну, именно да! Соль на плечи, на дельта работает, а нагрузка на состав нету! Лично сильно не тратим! Лично калории не тратим! Максимум работаешь именно на мышцы! Это Саша Федорович! Ха-ха-ха! Я думал, бед повторения сделал максимум! Двенадцать делали! Ух! 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 То, что он погружается в процесс очень, очень сильно, и от него очень такая энергетика исходит, и он заряжает тебя, и это всё превращается в какую-то силовую медитацию, то есть в случае новый уровень тренировок. Очень много работы здесь, в голове. То есть, есть мышцы, которые я плохо чувствую, и мне приходится напрягаться головой, я бы так это назвал, для того, чтобы их включить, для того, чтобы их активировать. Сядь сначала! Посмотрим? Ну, уже... Сейчас спинку поправлю. Давай. Я держу. Не мешайте. Поехали. Надо сильно загонять, или не под себя, а? Да. Внаружу, внешняя часть должна быть. Еще раз носки разворачиваем. Поехали, поехали. Еще. Работаем. Еще. Не приподнимайся. Еще. 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 Два. Раз. Два. Я держу. Хорошо. Конечно. Конечно. Угу. Три. Еще. Двенадцать. 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 Шесть. Шесть. Шестьнадцать. Еще. Семь. Восемнадцать. Девять.. Еще раз. Мало. когда выступали какую мышечную группу больше всего любили тренировать когда выступал последние месяц никакую вообще но не было поначалу были наверно тяжелые страхи тех мышц которые плохо это был такой один период первый период надо когда тяжелые тренировки казалось там ноги там спину это вот самое первое ощущение то есть такие тяжелые тренировки казались аны такие не очень нравится потом они стали наоборот быть самыми любимыми потому что в них был становая тяга которые мне много давалось делать произведение где много проседал мне стал лежи любимым долгое время не очень любил как бы руки потому что руки вот они по первости очень плохо росли потом встали тренировки руки самые любимые потом уже пришелся к тому что любая тренировка переходит в разряд любимый если ты просто чувствуешь когда появилось чувство и понимание как чувства свои мышцы совершенно стал все по-другому все тренировки давались так знаешь тебя творческим таким промежутком не знаю что ты еще где-то подмечаешь какие-то тонкости момент и пытаешься иметь точечный момент я почему сказал что последнее время до уже в соревнованиях да вот изнурительно эти диеты были когда сил уже не было то пампа такого нету ты как порожняк гоняешь такого чувства сильного нет конечно вот эти вот тренировки были не очень а вот за 2 2 месяца за 2 наверно за полтора на самую топчик тренировок но кстати вот последние подготовки были когда уже совершенно по-другому уже начал готовиться по новой методике почти может быть надо было потерпеть там последние две недели только когда уже такой совсем уже пожестче диету держали больше позирование там уже не так важно были уже там тренировки эти силы но все равно старался удержать силовый тренинг я выгадал тебе немного времени да я понял и все мы договорились молись значит задержка внизу держи держите жизнь и жить и же ты же 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 pont на всех Нет, до конца, до конца, до конца, до конца. Вниз. Раз. До конца, до конца. Два. До конца, до конца. Еще выше. Выше, 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 выше. Ну, поехали быстро. Два. Еще раз. Хорош, наверное. Начинаем позировать. Теперь, когда стоишь на этой ноге, еще раз. Сань, найди, жну. Голень напряги. Упорно. Вот, видишь? Вот, вот, вот. Чем больше линии, помнишь, да, тем лучше нога смотрится. Это не означает, что если ты на ней стоишь, она ближе к студии. Она тоже должна делиться. О, молочек. Делишь ее, и сразу сама по себе еще здесь деление начинать. Даже из-за того, что залить ее. Что с правой ноги показываешь? Нет, я с этой. А с правой, да. А левая нога еще раз встань. Левая поинтереснее. Левая поинтереснее. Значит, придумаем позу, в которой ты будешь себя, ну, показывать в этом положении тоже. Ну, грубо говоря, может быть, не в обязательных позах. Да, ну, где-то что-то тоже нужно придумать. Может быть, будем делать так. Поним, с выбора там таз скрывать, да? Какую-нибудь позу. Да, и вот это сделать. Ну, нет, может быть, там питерс может быть. Ну, так, может быть. Ну, честно говоря, когда Владимир ко мне обратился, вот, я только посмотрел на актуальные фотографии его, и честно говоря, честно говоря, даже сначала не понял, кто это, да. Я всегда взываюсь, то есть, ребята нормально обращаются, и в них есть какая-то изюминная цель, и если я это могу сегодня насилить, да, то, в принципе, вообще с Володей может говорить так, что давай приезжай тогда на первые тренировки. Вот, ну, а из этого мы уже посмотрим. А он приехал, ну, как бы, вот мы уже начали процесс уже подвижения, и все. То есть, здесь нет такого, что я кого-то выбираю. Вопрос, насколько человек сам позитивно настроен на достижение своей цели. Говорить о шансах там сегодня преждевременно, и ему об этом буду говорить. Сегодня важная задача вкалывать, прогрессировать, развиваться, и чтобы вот этот путь, который будет выстраивать, он был наиболее позитивный, и чтобы был прогресс. Вот, какие будут шансы, блин, все зависит только от нас. То есть, насколько мы грамотно сможем скрыть недостатки, и, то есть, грамотно скрыть недостатки, если не удастся их изменить, да, и грамотно показать свои достоинства. Тогда будет результат закономерный. Чем с больших сторон ты себя будешь позиционировать, тем более подача. А эта подача, это то, чтобы нельзя обратить внимание, больше обратить внимание, чтобы сэкономить времени на очереди, которая стоит у профессионалов, чтобы тебя заметили. А гантели жмешь? В этом тренажере как ты думаешь? Это вот та история, куда я бы хотел тебя сейчас забуганить. А почему гантели и свободный вес нет? Травма. Травма плеча. После Румынии, вернее, уже в процессе подготовки к Румынии-Маску, тест, я уже там, у меня в процессе подготовки появилась травма. Я на соревнованиях, дебют в про, я не смог 30 сбоку достать. То есть, ну, под командой судей, я ее ставлю, ставлю, плечо, короче, сводит. У меня вылетает просто, ну, рука, я так и не показал. Мои подписчики в курсе. То есть, я занимался реабилитацией очень долго. После Румынии же где-то полгода я вообще не занимался, не качался, отдыхал. И уже назначили операцию даже. Но в последний момент, вот завтра должна быть операция, я отказался. И четвертый врач по счету сказал, что не нужно, попробуем все-таки. И получилось. С помощью PRP, кстати. PRP и массаж тайский. Ну, хотя, как бы, до этого тоже я пробовал реабилитацию, медикаментозные какие-то вмешательства, вот. Но прямо сильный такой эффект я ощутил вот PRP. И миофасальный релиз тоже много делал. Много тайского массажа. Но последствия остались? Чуть-чуть, чуть-чуть есть и, как бы, опыт тоже есть. И где есть какой-либо дискомфорт, я уже туда не лезу. Попробуем по-другому. Смотри. Плечо само по себе, да? Чтобы включить заднюю дельту, это вот это движение. Если вот так, то мы уходим за счет лопатки. Да, то есть у тебя должно быть, как бы, когда ты отводишь руку, расслаби руку. Плечо. У тебя отбил весь носок. И вот это. Вот. То есть плечо у тебя остается здесь. Чуть-чуть повыше локоть подними. Вот так вот, да? Не поднимайся, поднимайся. Вот так. Вот так. Вот так. Она будет короткое движение. Но вот она будет включаться только в этом положении. Если ты плечо, смотри. Еще раз. Расслабь полностью. Вот плечо впереди. В этом положении, как будто локтем, хочешь опередить плечо. Вот. Вот она так будет спрещаться. Вот она спрещается. Видишь? Вот. Поэтому все движение, которое ты делаешь, оно наверно вот на этом. Мне за счет смах назад. Мне назад сильно не надо. Если это будет точнее, то чтобы целевым попадали сюда. И до конца сюда не уходишь. То есть смотришь на тебя, поймал вот этот кусок. Вот это, чтобы было все расслаблено. Чтобы сюда нагрузка не впадала. Только вот этим куском тащить. Солен локтем. Вот эти стороны движения. Локти, можешь, что-то лучше поднять? Не плечи, а локти. Мы... Негативный возьми. Обратно. Обратно. Без рывка. Еще жестче, еще жестче. Еще. Поднимай. Еще. Еще три. Раз. Два. Попадай, попадай. Потом руку опять спести. Да, я сверху держу сверху, как бы она лежит. Какое движение, знаешь, как будто хочешь меня локтем ударить. Во, чуть вверх. Да, вверх. Может быть еще чуть повыше сесть? Кажется, нормально. Нормально? Да. Давай попробуем на одну пониже опустить. Ну попробуем, не пойдет, она не пойдет. Буквально одну. Только попробуем. Бросок для имитации. Часть, что надо вытащить? Сейчас, сейчас впереди остается. Только локтем. Во, во, во. Во. Еще. 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 Два. И еще раз. Дальше. И трапеции не так вовлекаются. В первом варианте чуть-чуть вовлекались. Просто по жесткости, по плотности получается на более каменной. Получше? Да. Еще. Короткие. Обратно. Еще два. Ручка. Сейчас ты еще привыкнешь к тренажеру. Понятно, как его ломать. Там он такой туговатый. А? Туговатый. Туговатый? Да ничего такого. Кот. Тугой? Ну, по-моему. Я сейчас вот увидел. Мне кажется, что у меня пойдет. И весом. Вот здесь поставишь, через вес пробьем. Что, вес дает? Да. Или нет? Ну, я сейчас увидел, как вы делаете. Это больше нау. Посмотрел на руку. Самое главное, чтобы не отводить плечо. То есть, если кращение тогда получается, то я имею в виду дырку. По-другому не получается, потому что вы ее нахлечь. И даже в подбировании, да? Вот так вот, почему я хочу майка. Майки, чтобы ты сразу себя видел. Ты сделал здесь, подошел в зеркало. Включил. Включил. Нашел ее. У тебя должна постоянно ментальная связь с ней быть. Помимо того, что ты отточнули, ты отдыхаешь, даже здорово. Ты постоянно с ней отдышишь, но с ней разговариваешь. Видишь ее в зеркало. С какого формата выучишь? Подошел, посмотрел. Так, здесь. Смотрите, я со стороны посмотрел. Хоп, накидали, а давай попробуем, давай попробуем. Постоянный процесс, процесс, процесс. Руки позади чуть-чуть. Сгибаем, сгибаем. Тащи, тащи. Ставишься на прямых руках, вообще. Ну, это достаточно, что живот не сгибает. То есть у тебя задача, как бы, не за счет рычага здесь ее развести, а тебе важно вот это тащить, только вот отсюда тащить. То есть у тебя движение, она, ну, если мало ли, кто-то из рычагов посмотреть, что же ты можешь делать, ну, сколько едет в одно, сгибай руку. О, плечи только назад, не уходят. Руки сгибай, руки сгибай. О, о, ты так сильнее. Так, много. Не поставь две клетки. А еще, поставь три или две там, да. Коробки движения. Изгибай руки. И сгибай руки. Ты просто тягу выдвиживай. О, не лопатки, а бу. Во, за поезд? Да. О, 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 о. Вот, еще. Еще. Еще еще два. Ну, ну, с каждым подходом лучше, 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 лучше. Давай, чтобы не сама. Дойдём до этого. Хромируем. Голова переспишет. Смотри, предлагаю круг вам сделать. Давай сейчас переднюю затронем. Угу. Не знаю, что никуда. Это верёвку спереди протащим. Блоки. Да? А потом нажмём, вот где Мухаммед был. И потом трапецию в конце. Или ты её не делаешь вообще? Потому что, чтобы не зажимало. Да? Да. Ну, молодой, да. Это трапеции много не бывает. Тренинг это не только тебе показали, ты сделал. Тут, я считаю, что важен очень ментальный настрой. То есть, ну, в тренировку важно погрузиться, настроиться, максимальная концентрация. Тогда будет отдача. И это, кстати, я тоже замечал из роликов Александра. Он очень часто об этом говорит. Было в моей жизни несколько периодов, когда очень сильно прогрессировал. Очень сильно прогрессировал, при этом не соблюдая там режим на сто процентов. Я пытался потом анализировать, что я делал, что меня привело к такому прогрессу. И единственное, что общее я выявил, это то, что я проживал в то время в сильной инфории. Я пришел к тому, что твой настрой, то, что у тебя в голове, оно очень сильно влияет на прогресс. Веса чисто водная тренировка. Да, еще, знаешь, попробуем, может быть, подкупова веревка. Развернись. 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 Развернись, да? А, вообще. Вообще вот так. Хват чуть-чуть. Да. Потому что одно из упражнений будет, попробуем сжать сходу снизу обратно хвата, запереть. Идет, кстати. Идет? Да. Вот таким хватом мы получше. Если еще и получше, да. Просто сегодня, блядь, здесь новое, там еще убиваться. А я хочу чуть-чуть поджал вот этот. Посмотри. Центр у него. Посмотри, на фуганную корону можно уходить. Там есть такие моменты, если плечо будет не больно, он будет отвлечь. Ооо. Во в. Поехали. Все. 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 Выше. Еще выше. Еще выше. Еще выше. Еще выше. Два. Еще раз. Залетел. и мы вчера тренировались спину делали александр говорит ловчик я все понемногу доносом котель потяжелее на самом деле это по первой себе только это я думаю что две-три тренировки и саночной трассы в гору когда уже будет четко понимание перестроение все ее через концентрацию потом то силы которая есть она уже преобразовывается уже пойдет на кого нужно уже точечно да то есть сейчас силовые в принципе в порядке я там в привычной своей манере сейчас у меня рабочий вес на фронтальных 200 килограмм вот с александром и тренировались у меня устал с грифом первый подход ну и потом добавили по пятнашки 50 килограмм но веса нужно только в том случае когда еще попадание через концентрацию в целевую группу мышц если этого попадания нету это просто мы перекидываем тонны железа но по факту результат такого не получаем я не говорю что мы вообще его не получаем я говорю мы не получаем в той эффективность который может один молочек два три два еще разочек нам очень нужны блять майки волос и сам визуально будешь переть от того когда будет подливаться концентрация когда кого-то тренируете и когда сами тренируете большая разница что мне так давай вот это вот это вот это самом пойти там носу ковырять грубо говоря по телефончику позвонить нет другой момент когда ты проживаешь человеком чтобы дать ему напутствующий совет чтобы нужно нужно попытаться проникнуть то что он чувствует ну конечно я не могу так глубоко проникнуть нужна обратная связь но если я не буду с ним проживать грубо говоря не буду чувствовать ее силу чтобы он помочь потому что я же им помогаю не просто так я за него поднимают вес и в то же время нельзя дать и мусочка ну поэтому здесь ну честно говоря по первой себя направляться потом думал что я сам потренирусь вчера я вчера там буквально четыре упражнения сделал ушел поэтому это тоже отдельно просто больше проживать тоже определенная концентрация ну короче ни хрена не просто это видел ты не то это видел пацан как растет на глазах моряка хочет учетом чем сделал чисто так застелили у меня дух поднялся на самом деле психология ровно жить я может быть идеальный режим ты можешь идеально питаться спать тренироваться но если у тебя нет в голове нужного настроя если ты живешь каких-то нервах ну не знаю переживаниях других заботах у тебя не будет прогресс и когда я услышал это из уст александр и он проговаривает мои мысли то есть он сказал то о чем я думал я об этом ну не то чтобы боялся но я просто об этом думал никому не говорю потому что для многих это может показаться стран очень много плюсов за того чтобы я тренировался именно с ним это могу назад чуть-чуть да надо так вот так вот прием это нормально но так нормально в принципе давно нежал о вот так вот только когда вверх управляешь локти не сбор назад они и назад не пойдет она когда лопатки свожу разгружается нормально но выходит на переднюю до прямо ощущается и меня сегодня конечно неожиданность я столкнулся с такой проблематикой то есть те упражнения которые думал что мы будем делать мы от них ушли вышли ну вроде как все равно получили определенный фон но этого недостаточно я это недоволен но учитывая то что потом когда мы нашли определенную траекторию классическое упражнение подъемы через стороны гантелями мы все равно нашли момент при котором будем развиваться и просто нужно растягивать больше заниматься пластикой я думаю элементы массажа мануальной терапии все равно это победит но нет нерешаемых задач просто если долго мучиться то что-нибудь тем не менее я рад потому что какой-то момент уже думал что ну карьера под вопрос действительно вот это все было очень серьезно ну вплоть до того что я не мог нести пакет с магазина в этой руке а что за травма была диагноза в несколько то есть март и них и не так хорошо просвечивал и поэтому какой-то вот но однозначной картины не было все хирурги говорили ну да есть на кто-то что импиджмент кто говорил что надрыв надосная и подосная треть врач говорил надорвана длинная головка бицепса в общем так я и не выяснил но но последний раз когда делал март и и длинная головка и надосная и подосная они целы ну зарасти вряд ли как бы они могли но тем не менее сжимами будет сложно перед собой мастер здорово лучше не поднимать и руки ребят садят вверх вперед так понеси вот вот так вот молодец молодец оба так ближе к себе вот 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 еще два еще два огонь так и ну пацаны когда ты обращаешься к человеку за помощью ты просто слышишь все что он говорит и молчишь киваешь головой и работаешь по инструкциям подозреваться ближе к корпусу качай палку палку ближе к корпусу вдоль корпуса вот еще ближе к корпусу вот 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 что все же уже я на краях нет нифига не кратить все я думаю еще либо повторений такие закидывать потому что я вроде как только только подхожу веса не хватает и шили потому что не раньше трапе немножко закидывается сейчас ты взял пошире будет не легче высшего все чем выше тем лучше еще чемпион еще работа 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 еще два вот это да больше веса и хорошо заходит те упражнения в которых увеличение веса идет на пользу сегодня вот в этих двух упражнений все уже нормально мы попадаем мы можем там грузить вешать и вот это начинается работа до этого дойти и начинается продолжать здесь уже видишь и даже увеличивать на будем чередовать со штанга попробуем разным хватом еще сделать на разрыв два раза еще молодец очень умный бодибилдер редко когда найдешь бодибилдер который умный которые понимают как надо развиваться в этом спорте то что он приехал к саше федор это очень большой шаг в его курьер и набрал очень хорошо масса ну молодой что все впереди я думаю что он опять будет попасть на олимпия и вот и надеемся посмотрим если он будет обин бодибилдинг надо смотреть просто как будет выглядеть рядом с ребятами руки просто попробуй поднять как ты можешь поднять вот так 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 и внизу лишь проваливаться и вверх вот вы же все есть вот так терочек вот эти бомбы стоят выше вот 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 старая сперня кисти вах вот огонь еще два руки просто поднимай поднимай дальше прямее руки держи и выпрямляй руки вот так еще раз поднимай да трапы нормально тоже включились кстати трапы нормально включились вот немножко вот немножко вот в своем варианте я для себя выявил как трапецию отключить я включаю широчайшие и вот получается что я чувствую только средний пучок трапеция вот она неподвижна а так я ну она у меня сейчас весну сильнее забилось чем часть то есть я бы еще бы сделал чтоб 20 но трапа уже все руки через сторону и вверх таки на живут за сюда да 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 на патроноте на патроноте на патроноте ну да Вот и средний у меня прям хорошо. Только тогда локти тоже придерживаешься вверх. Руками просто обычный. Жалко романтичная музыка закончилась. Я пришел к тому, что мне надо из этого фундамента высечь кисточкой, подмазать, подрисовать детали. Это вот то, на чем мы будем работать до ноября. Я буду здесь, получается, четыре с половиной месяца, в начале ноября, в середине. У меня запланирован первый турнир. Попробуй высоко поднимать. Страпелька фиксирует. Для меня вообще, то есть даже то, что сейчас с Володей делал, с большим там весом сейчас сделал. Но это не мой вес, то есть я это делал там на подготовке уже так достаточно. Опять же, у каждого своя амплитуда. У каждого свой рычаг физиологии, плечо, это вообще отдельная история. Кто может... Ну, например, сегодня мы будем ковыряться. Для меня сегодня, наверное, самая неудачная тренировка получилась. С точки зрения того, что я думал сделать на этой тренировке и в итоге, что мы получили. Но это просто определенный момент, что нужно подумать, продумать, взять на вооружение. Например, эту технику, которую Володя делает, но я не буду ее отрицать, потому что я вижу, что она эффективна. Мы ее просто будем структурировать, больше уделять время подвижности, где-то растягиваться, где-то тянуться для того, чтобы воздействовать еще больше на мышцы. А то, что касается парней, которые кидают еще... Ну, еще раз говорю, это вопрос, если кто-то тренировку измеряет в количестве тонн перекинутых в тренажерном зале, это тоже имеет место быть. Только вопрос, какую задачу вы ставите. Если вы ставите задачу изменить свое тело с точки зрения наращивания мышечной массы, то не думайте, что количество тонн играет весомую роль в том, как вы трансформируете в своем теле. А вот именно точечное попадание и потом на это уже накидывать вес, это совершенно другая история. И встает вопрос, что важнее, количество тонн перекиданных в количество раз, или все-таки точечно, когда вы попадаете, каждое повторение чувствуете, независимо с каким весом вы это делаете. Конечно же, рабочий вес нужно увеличивать, без сомнения. Но вес в концентрированном движении, все это, мне кажется, просто бесполезно. Но не в точке зрения совсем бесполезно, но малоэффективно. У меня появляется уверенность, но эта уверенность, она подкрепляется действиями. Я не говорю там про какие-то ближайшие месяцы. Я понимаю прекрасно, что бодибилдинг, ну, это года. И если я буду действовать в том направлении, как я действую сейчас, в ближайшие пару лет, я думаю, что у меня получится сделать хорошую форму. А он красавчик в том, что он чувствует это. Я вижу, что он готов тренироваться. У него нет той звездной болезни, которой сейчас страдают многие. Поэтому мне реально, мы эту неделю протренировались, мне очень реально приятно. То есть я как бы даже сам вострял. Я вчера даже пошутил еще. У нас Пенеслав тренировался. Я говорю, я не могу понять, почему Володя тренируется, а я потею. Поэтому моя задача, да, действительно. И сил очень много вкладывается. Но если не проживать жизнь того человека, который делает упражнения, то есть не прочувствовать его, ну, тогда это не тренерская работа, это, наверное, какая-то ерунда. Поэтому, ну, я по-другому просто не умею. Давай, мужик, пошел! Что, бесит? Давай! То есть я прям чувствую, что я по-другому просыпаюсь, по-другому проживаю день. И я никогда так не хотел пойти на тренировку. То есть мне очень интересно. И я прям жду, жду, когда же, когда же надо будет пойти потренироваться. Хотя мотать две недели назад я еле поднимал ноги с дивана, чтобы пойти в зал. То есть это было просто... У меня уже я дошел до такой точки, когда это было, ну, до невозможности тяжело. Жена снимала влоги, жена снимала два влога, и когда уже мы второй день потренировались, жена мне сказала после тренировки, что я сейчас смотрю на то, что происходит, и я чуть не могу. Видно, что у тебя будет большое будущее. То есть когда такие слова говорит жена, ты понимаешь, что ты окружил себя правильными людьми. ВООДУШНЯТЬ Субтитры подогнал «Симон» «Сюгин» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok